Снова всем привет, друзья! Вы на канале ОНБ. Сегодня мы с вами попробуем сделать небольшое короткое видео без воды о том, как же все-таки зашпатлевать шов. Часто мы сталкиваемся на таких бамперах, на глубоких швах, которые где-то повреждены, надо подшпатлевать, а шпатлевать, кто как шпатлюет, и это получается неудобно. И потом обрабатывать в шве, и шкуркой со шва вычищать неудобно. Как же это сделать попроще? Сегодня я вам попробую показать. Ну, понятное дело, мы подразумеваем то, что деталь уже ремонтная, и она заматована. Давайте заматуем ее сейчас. А сегодня мы будем использовать шпатлевку по пластику. Все мы знаем, что по пластику самое нормальное шпатлевать – это шпатлевка именно по пластику. Она наиболее эластичная, наиболее ей приятно работать. Она как масло на хлеб мажется, обрабатывается хорошо и устойчива к изгибам. Вот так вот выглядит шпатлевка. Хорошо перемешиваем шпатлевку с отвердителем. Шпатлевка не воздушится, и очень удобно, что в ней нет упор, и мажется она просто замечательно. Позанимаемся немного расточительством. Ну и, друзья, многие из вас, да, я не сделаю новость, что мажут вот так вот, пытаются. Тем самым, обращая внимание на то, чтобы замазать сам шов, начинается вот эта тягамутина, все у них вылетает. Вот, мажем, просовываем все в шов. Раз, прогнали, еще раз. Выгоняем воздух, чтобы в шве у вас все хорошо пристыло. Вернее, попалось, все в шов хорошо. Вот так вот замазываем. Ну, кто-то может на глаз прорезать, кто-то, если плохо видит. Вот здесь отмечаем начало и концовку нашей полосы. Берем обычную болгарку. У нас здесь широкий паз, поэтому мы возьмем широкий круг. Если тоненький круг, то есть круги есть разные, можно любой подобрать. Если у вас круг, вернее, если болгарка с регулировкой, тоже хорошо. Можно убавить, я не буду на всю. Ну, и без регулировки то же самое. Отметили и просто проходим болгаркой. Ну, как видно, у вас получается вот такой ровненький паз. И сейчас мы его почистим, саму плоскость, уберем края, немножко подгрунтуем проявочки, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, и давайте, друзья, затрем, посмотрим, как же трется шпатлевка. Ну, и осталось, друзья, протереть, чтобы у нас не было острых краев. Я не стал убирать это прям все вчистую, как бы и вам не особо сейчас будет видно, поэтому давайте мы просто проявочный слой накинем грунта, чтобы у нас было все одного цвета и нам было все-таки пообъективнее видно. В принципе, шпатлевка затирается, как вы видели, неплохо. И вот такой вот кантик получается. Конечно, я неаккуратно еще обработал, но результат налицо. Заняло это у нас меньше 10 минут без всяких мучений. Естественно, если вы наполняющим грунтом это все закроете, после чего обработаете и выровняете, то шовчик у вас будет, что надо, супер ровненький и без всяких мучений. Надеюсь, это видео вам поможет когда-то, и вы возьмете себе на заметку. Пишем в комментарии, кто делает так же, а возможно, кто-то делает другими способами. Будет очень интересно. Обязательно пишем, для кого это было новое, и ставим лайк. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.